Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем вместе с вами знакомиться с территорией, пообедаем, поужинаем, посмотрим вообще. Но здесь территория не очень большая, на море мы были. Сейчас у нас включили горки, только что, да, по-моему, включили горки? Четыре, да, сейчас, наверное, получается? Четыре часа. Ну, территория, собственно говоря, у отеля небольшая, но всё необходимое здесь есть. Есть вот такой вот один бассейн, метр пятьдесят, у него максимальная глубина. Есть вот такие вот две горочки небольшие для тех, кто любит аквагорки. И есть вот такой вот совсем маленький бассейн для деток, он под навесами. Я вчера не увидела. Здесь, оказывается, стоит пианино, и на нём можно поиграть, ну, или синтезатор, я не знаю. Играет. Классическая музыка, прям здорово так. Очень мне нравится. Вот это я очень люблю. Мне вот Вау Вадони очень понравилось, что на скрипке играли. Что, Ваня? Это специальные люди, они устраиваются на работу и играют. Нет, это понятно. Я имею в виду, что мне очень нравится, что играет такая музыка. Так, а мы идём на обед. Жизнь отдыхающего состоит из завтрака, обеда и ужина. Всё по часам. Вот, смотрите, на обед идём. Прям красота. Людей пока что немного. Мне вот это прям очень нравится, что выбираю столы. Какие хочешь. Ты первый? Может, мы, конечно, рано идём. Давайте, мы сегодня как-то так удобно сидели, что бегать не надо. Давайте сюда, мам. Мы сегодня так хорошо сидели, бегать не надо. Давайте вот за круглые стулы. Вот они, фрикадельки, вон такие. Они как вчера, только в томатном соусе вкусные. Пойдём, посмотрим, попробуем. Рис здесь очень вкусный. Хорошо, они такие же, как вчера, только их могут в белом соусе приготовить, а могут в красном. Сегодня они продолговаты и в красном. Не, 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 такие я не хочу. Вась, это то же самое. Ты же не пробовал. Сейчас попробуешь, тогда будешь говорить, хочу или не хочу. А давай детский стол посмотрим, иди сюда. Кукурузу будешь? Кукурузу? Нет. Ты вчера просил кукурузу, вот она вяжет. Так, сосиски, возьми себе одну штучку сосиску, будешь пробовать. Что-то, глядишь, одно что-то съешь. Аргуз, идёт сливы. Ну, выпечки здесь вообще всегда много достаточно. Кетчуп взять. Да, сосиски. Сейчас возьмём кетчуп, зайдём. В общем, вот эти вот все, вот этот бух и сыр, салат с бургуром, острое аджико, лук порей. Как бы вот с едой здесь вообще не напряжено. Есть всё. Дальше, Вань, соус. Вот здесь соусы. А нам не надо мисточку, я тебе вот сюда сбоку. Так, хочу показать здесь вот, что жарят ещё. То есть еды-то довольно-таки много, просто не всё успеваешь показать. Лепёшки, наггетсы, рыба сегодня вот такая вот красная. Очереди, как видите, нет. Прям при вас эту рыбу жарят. Всё снежие, с пылу и жару, тушёные овощи, помидоры, картошка фри, кукуруза, рулет куриный, макароны и мясо там какое-то в горшочке. В общем, еды, еды у Вани, бульон, как он не протестовал, но бульон, я сказала, несколько ложек съесть, рис, да, ну молодец. У бабушки тоже супчики, я суп не люблю, поэтому суп не брала. Нет, давай ещё две ложки, две ложки честные, потом уже рыбку бабушка взялась, мама, и арбуз со сливами. Ну, а у меня вот такой вот, это вот сатэ из грибов и сатэ из индейки. Мои любимые лепёшки, они здесь такие очень вкусные. В отелях, ну, практически во всех отелях оставляют после себя книги отдыхающие, не хотят везти их обратно, здесь прочитали и оставили. На что мы обратили внимание, потому что мама хотела себе здесь книжечку подыскать, я брала с собой одну, она её уже быстренько прочитала. Видите, все книги на английском языке. То есть оставляют в основном книжечки только иностранцы. У нас тоже оставляют, но очень редко. У нас знаете, что оставили? Три товарища, вот Ремарк стоит, и Серова какая-то книжечка. Огонь прекрасный. А дальше мне рассказывали про релакс-зону, которая доступна только для людей старше 18 лет. Нужно выйти, получается, за ворота отеля. Это релакс? Да, да. Спасибо. И вон туда мы с вами отправляемся через дорожку на релакс. А вчера, кстати, здесь всё было рынок. Выездной, приездной по вторникам. И вот такая вот здесь релакс-зона. Всё в деревьях. Время релакс-зоны до 6 часов. Она у нас работает. На входе, на выходе охранники, которые следят, чтобы сюда посторонние не заходили. Мула, сейчас думаю, что вы услышите его фоном. Перестал петь. Но дело в том, что за мной и передо мной, а вот он, ни одного человека. Я уже думаю, иду я в правильном направлении или нет. Ни одной живой души. То ли все находятся на обеде, то ли никому эта релакс-зона не нужна. Но впереди я уже вижу бассейн. Зонтиков только не вижу. Сейчас с вами подойдём поближе. Здесь такая гора вообще. Восхитительная сейчас. О, люди. Здесь есть люди. Ура! Значит, я правильно пришла. Смотрите, вот такой вот ослепительный вид открывается здесь на гору. Ну, и совсем-совсем небольшой здесь бассейн. Зонтики нужно открывать. Вот так. А, и барчик есть, да. Барчик здесь рядом есть. Так что вот можно отдохнуть здесь в тишине. Если кому-то мешают на отдыхе дети. Вы смотрите, какая здесь качелька. Здорово. Можно вот так вот под зонтиком на качельке поваляться. Что я сейчас и сделаю. Правда, по-моему, здесь солнце сюда падает всё-таки. Так, ну, здесь водичку можно взять. Что здесь можно ещё? Можно печеньки взять. Такие вот чаёк налить. Здравствуйте. А что у вас здесь есть из напитков? Пиво и пепси, да? Пепси есть. А, и вино есть. Отлично. Мне красненькое. Дайте, пожалуйста, есть? Есть. Красное, сухое? Красное. Угу. Вот так вот, смотрите. Ослепительная красота. Там даже что-то такое, подобие какого-то. Он потихонечку учится плавать у нас. Нырять. На самом деле, нырять у него плохо получается ещё. Молодец, говорю, ты какой у меня. Пушечки на макушке у меня. Вот, смотрите. Сейчас мы провели эфир. Сидели мы вот здесь. Вот мне почему нравится, я говорю, маленькая, небольшая территория, мне это нравится. Она уютная такая, компактная. И вот он уже ресторан. То есть, далеко никуда не идти не надо. Вот он рядом. Можно перекусить на улице. Кстати, сегодня нет такой влажности, как вчера. Вчера было очень влажно. Сегодня нет такой влажности. Хорошо переносится. Так. Ну, мама прошла низом, а я пройду вот здесь сейчас вам покажу. Территория-то она небольшая. Чуть ли в стекло не ушло. В Кемер на кожаную меховую фабрику приглашают съездить. И вот он ресторан. Можно с двух сторон зайти. С одной стороны можете сидеть с видом на бассейн и на горы. Можете вот так вот идти. Вот сейчас уже мы немножко, сейчас пока в эфире были, прозевали начало ужина. Здесь все так красиво сегодня украшено. Скатерти такие клетчатые. Так. И сегодня даже здесь очень хорошо работает кондиционер. Прохладно. Сейчас мы где-нибудь приземлимся. Салаты здесь практически каждый вечер одни и те же. Но сегодня вот лепешечки какие-то с огурчиками появились. Так. Сейчас я найду маму, где она у нас. Так, сегодня, смотрите, какая прелесть раздела вот индейку. Такая огромная там индейка. Ее раздела вот. Макарончики зеленые. Как, наверное, со шпинатом, скорее всего, макароны. Помидорчики фаршированные. Здесь фарш какой-то. Здесь мама где-то в очереди у нас стоит. А вы зачем в очереди стоите? А нету фрикаделек-то твоих? Нету. С рисом, может быть, что-то такое. А Вань, смотри, какие лепешки вкусные. Может быть, жаркое из индейки в лепешке, кстати. Вот это вот. Не хочешь, что ли? А картошка вон жареная будешь? А наггетсы вон они, смотри. Такие большие наггетсы. Меня просили снимать еду. Я ее снимаю. В общем, сегодняшний мой выбор. Это вот такой без троганов из мяса. Я только не могу понять, какое это мясо. Слушайте, ну, похоже на говядину или баранину. Не знаю, что это такое. У Вани луковые кольца сегодня. Нету его фрикаделек, которые ему вчера понравились. У мамы, она любительница. Где ты раньше жила? В Туркмении? В Туркменистане? В молодости. И там у них делали вот такой вот... Один год. Ну, один год. Но ты там полюбила рис сладкий. Там было популярное блюдо. Сладкий рис с изюмом. Правильно? Поэтому мама вспоминает молодость Туркменистан. И здесь есть сладкий рис этот вкусный. И вот такие вот... Ну, здесь сливы. Здесь безумно вкусные сливы. Вот это моя порция. Это мамина порция. Это наша свайная порция. Вот, собственно говоря, вот такой вот у нас ужин. Нехитрый. А, я еще взяла вот эту лепешку попробовать. Сейчас хочу попробовать. Сейчас мухи к нам прилетало. Ну, мух много сейчас. Сезон мух. Да нет, именно к нам. Больше никого. Именно к нам. Не знаю. Пытаюсь мужчину не снимать напротив. Так, ну, а я, знаете как, стараюсь никого в кадр не зацепить. Все равно зацепляюсь, потому что людей много. Хочу вот эту вот лепешку попробовать. И вот так аппетитно этот фарш вот. Знаешь, я удивляюсь, как они тут сочность сохраняются. Она настолько сочная. Фарш внутри. Сок. Просто потрясающе. Из индейки. Надо взять такой себе на заметку. Индейка в лаваше. Вот так вот. Круче любой шаурмы. В общем, если кто-то кушает, то всем приятного аппетита. Так, вышли мы прогуляться. После ужина. Значит, смотрите. Наш отель вот находится вот за вот этим вот отелем. Да, вот мы вышли, как бы, ну, две минуты прошли, собственно говоря. И попадаем вот здесь, вот эта вот центральная улица. Вот он наш вайкики, который к нам близко находится. Есть вайкики, которые возле мечети еще находятся. Мы сейчас просто вышли на прогулку. Вайкики сейчас заходить не будем. Но обзор я обязательно сделаю. Запрос услышала, что интересует женская одежда, товары для дома. Просто в ванне я уже накупила все. Единственное, что мы здесь плавки с ним еще купили. И поэтому обзор обязательно сделаю. Но попозже. Сейчас хотим прогуляться до моря, посмотреть, сколько будем идти сейчас. И вот на первой береговой линии Рокс Роял отель находится. Тоже территория у него большая. На первой береговой линии. На первой береговой линии. Ну вот, кстати, мы зрителей наших, по-моему, вот из этого отеля встретили. Они здесь отдыхают. Интересно, сколько уж это стоит, да? Не знаю, можно зайти, посмотреть. В акин точка как? Ну, я смотрела, ну, не знаю, меньше 230 на троих. 230-240. В общем, все, конечно, зависит от класса отеля, от уровня отеля. А, это Кристалл Отель Бич. Пляж Кристалл Отель. Отель Акристалл. Ну, здесь что-то вид-то как-то непонятный. Здесь на мосту. А ну, что у вас здесь вид? Вот я смотрю, он некрасивый вид. Вот если только вот так посмотреть. Ну, так тоже что-то... Давайте какое-нибудь поживописнее место найдете. Так, а здесь что-то, наверное, типа дискотеки какой-то, да? Фрэш, один доллар. Легенд Бич Клуб. Да, это клуб какой-то на море. Пляжный. Пляжный клуб. А мы пойдем спустимся к морю. Вот. Ну, сколько мы сюда шли? Сейчас я засыпала. Сколько времени было? Минут 10, наверное, да? В общем, вот если просто дойти до моря, да? Вот до ближайшего спуска к пляжу. То есть до 10 минут подойдете. Но это будет пляж чужой, не ваш. Ну, а какая разница? Ну, как какая-то на лежаке тебе просто скажут, а-да, иди отсюда с полотенчиком придешь. А-да, Лен, 15 минут, допустим, ушли. Ну, да, а то ехать 4 минуты. Нет, Вань, тебя здесь никто не наругает. Ты по берегу можешь скоро ходить сколько угодно. Ты же на территорию отеля не идешь? И купаться. И купаться можешь. А ну вот, смотри, видишь, разграничено буйками? Это их территория. Где? Вот это? Да, вот это уже другое тут. У каждого своя какая-то территория. Здесь они много-много этих... Идет. Кафе. Вот, допустим, вон кафе, да? Может быть, при этом кафе... Пойдем посмотрим. Или это кафе этого, кристаллы? Кристалл, Делюкс, кристаллы. Ну, Вань, они вот идут, видишь, все. Можешь идти сколько хочешь. Только на лежаки не ложись, и все, тебе слов никто не скажет. А ходить здесь может кто угодно. А мы, кстати, в эти отели куда-нибудь поедем? Не знаю, но вот кто интересовался отелями на первой береговой линии, вот, смотрите, Кристалл, Делюкс, 5 звезд. Очень удачное расположение. Не знаю, насколько хороший, нехороший. Мне, по-моему, про него писали, что хороший. 31 градус, кстати, сейчас. И вот она, пожалуйста. Первая береговая линия. Вань, а как говорю, Вань, поставь мне лайк, тебя сфото. Слушай, нет, не хочу еще. Сейчас, посмотри, какой вид. На горы вообще, да? Изумительный. Прямо никакой художник не нарисует такую картину, как нарисовала матушка природа. И, ну, смотри, сейчас, видишь, вечером здесь спокойно, вон, купаются местные, без браслетов, без всего. Ну, да. Ты, Крош, здесь нет браслетов. Нет, Вань, ну, ты на пляже можешь купаться, ты просто не имеешь права на лежаке. На пляже ты купайся, хочешь. Отработали. Если на лежаках не надо тебе лежать, то и купайся. Допустим, это близко мы шли. Могли бы, как ты сказать, например, часов пять пойти сюда. Пятнадцать минут, да, можно сюда дойти вечером. Ну, поднимайся. А вот это, скорее всего, мы с мамой справа от Кристалу Делюкс или слева, в общем, в зависимости от того, какой стороной вы смотрите. Общественный пляж, скорее всего. Потому что лежаков там нет. Здесь не убирают так чисто, как на пляжах, которые отелям принадлежат. И нет лежаков. Здесь, вот видите, сами турки купаются. Конечно, туркам, вот, допустим, тоже, да, где купаться? У них какие-то свои пляжи, наверное, должны быть. Как так? Вот море их, а везде кругом отели. Это Кемер, Хаук, пляж. Что такое Хаук? Перевести надо Хаук. Хаук. Хаук сильный? Ну, Хаук в игре. Ну, мои фильмы. В этом году будем с тобой вместе изучать английский, чтобы в следующем году я знала, что такое Хаук точно. Я знаю, Хаук и кулак вроде бы изображают, да? Ну, Хаук это... Ну, Хаук и кулак это... Ну, это Марвел в сервяле. Марвел, вот, я же помню тоже. С Жваня помнит, и я помню. Вот из таких вот, из мультиков, из картина. Пойдем. Мам, мам, вот этот значок отеля, он похож на, как будто бы, Huawei. Смотрите, дальше первая береговая линия. Прямо смотрите, будете сидеть, кушать с видом на море. Вот так вот. Вот так вот. Называется Golden Lotus. Четыре звезды. Большой довольно-таки отель. Со своим пляжем. С уютной, тоже небольшой территорией. С бассейном. Но самое главное, видите, первая береговая линия. Тебя сфотографировать вот так? Так, фотосессию бабушки провели. Farm Residence называется. Но этот мы с тобой в том году видели. Я просто уже все забыла. Я помню, я помню, как мы здесь шли. Farm Residence тоже, видите, можно кушать с видом на море. Не знаю, сколько звезд сейчас увидим. Но он, по-моему, тут что-то и три, и четыре звезды, насколько я помню. Бо. Будете кушать и любоваться вот такой картиной. И пирс тоже свой есть, да? Классно. Этот большой, видишь, Farm Residence очень отель. О, мы шли, было 31 градус, сейчас 30 градусов. Но еще раз говорю, сегодня нет такой вылажности, как вчера. Помнишь, мы вчера вышли, прям вообще было очень душно. А знаешь почему, Ден? Нет. Мы в городе были, а это около моря. Думаешь? Думаешь, там... Да, это совсем другое дело. Слушай, Farm Residence прям вообще такой большой-большой. Farm, я думала, Farm. Farm, Farm Residence. Farm Residence. Farm, смотри, там 20 часов и 7 минут. Ну что хочу сказать. У нас отель замечательный, отличный. И питание, все отлично, классно. Единственное, что все-таки до моря нужно ехать. Ну, видите, можно и дойти, в принципе, вот здесь где-нибудь, до пляжа, до какого-нибудь. Мама, ну как ты будешь вытираться? Ну как, полотенце свои берешь и вытираешься. Лежаки просто как-то, наверное, отдельно облачивать. Все, вот так вот, смотри, тоже внизу барчик такой. Я так вот, смотри. Ух, Иван, мне говорят, с тобой не соскучишься, это точно. С тобой не соскучишься. Шляп, вот мне шляпы не идут, какие бы я ни мерила, ни одна шляпа не идет. Мама не оставляет желание купить все шляпы. Мам, давай хоть маску купить. Маску сейчас посмотрим. Нет. Попробуй что-нибудь, вот эту нижнюю, синюю попробуй. Вот нижнюю, синюю. Нижняя, нижняя, вон, вот нижняя. Ты хочешь с бантиком? Какой тысячу, Вань? Ну, 25 долларов. Долларов? 35. Вот, синяя тебе немножко подходит к твоей футболке. Не, мам. Но не ахти. Мам, 50 долларов. Я поняла, Вань, тебе всегда все что-то нужно. Нет, коричневую не надо, вот давай белую вот сверху посмотри. Коричневую некрасивую. Не, 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 коричневая нет. Снимай. Белую посмотри. Вань, да подождите, успокойся. Господи ты, боже мой. Торопыга, а. Вот торопыга. Дай бабушку выберите шляпу. Потом мы с тобой займемся. суши not кстати маленькая ничего но только не этот цвет белый посмотри белый цвет вот посмотри с бантиком вот это знаешь как раньше с бантиками 18 веке показывали фильмы вот эти вот это дженейр я вспоминаю о мать писали бабушки те как это шляпа кстати ничего когда я тоже а у меня из-за прически на не получится дай-ка то что купами так но мне не идут вот шляпу а тебе идиот нет это нет а вот с бантиком подожди вот этот маленькую ты мерила сколько такие вот маленькие стоят 7 долларов вот эту по-моему да ты маленькую мере вот да вот это вот ничего мне кажется отельчики уютные так а следующий отель у нас как называется lancora lancora beach отель тоже 4 звезды вот смотрите видите они конечно 4 звезды все разные да то ли вот этот 4 звезды огромный стоит на берегу моря то ли наш 4 звезды которые в глубине утоплен они все у всех разная концепция не значит что один хуже один лучше но близость к морю делает их дороже lancora правильно читается lancora beach кафе сели в каком-то уютном кафе на берегу море ваня выпросил все-таки мороженое себе мы с мамой взяли по два апельсиновых сока вот здесь вот с видом на яхточки на море решили посидеть насладиться покажу вам меню здесь местное первое меню на английском языке вот первые там сколько 6 страниц а дальше уже идет меню на русском языке холодный кофе в общем цены это в лирах умножайте на 11 то есть 4 на 11 мороженое принесли а здесь перевести коктейли не смогли настоящий сок да ага у нас стаканы то какие большие два доллара а у вани мороженое настоящее вань ты сказал в этом в макдональдсе не настоящий это не сказал здесь вкусная очень вкусный сок нам понравился апельсиновый здесь замечательный давно мы не пили свежевыжатого апельсинового сок так ну а за это время у нас еще больше стемнело мы двигаемся дальше вы видите здесь какой вечерний променад все гуляют очень много кафе на улице разного помогите приходите дошли мы до фонтану прямо вышли по набережной прошли да ты что ты даже здесь грязь нашелся никакой уже раз за день везде ванька находит и сейчас мы выйдем на улицу параллельной набережной пойдем уже к нам от и к отелю уже по торговой улочке в номер и я сейчас балкона увидела кажется что у нас здесь очень хорошо просматривается мечеть которая находится возле микроса сейчас начнется вечерняя анимация кажусь вон она видите светится мы ходили вот карфур вот две башенки вот она вот это вот мечеть оказывается я как-то днем и и особо и не видела зайти или внимание не обращаешь а так а и и и и и и насыщенный день нагулялись накупались наконец-таки пришли в себя получаем от жизни удовольствие от турции от отеля в общем от всего в целом а вам всем огромное огромное спасибо за ваши комментарии за то что пишите подсказываете переживаете у меня огромная группа поддержки вам в общем большое большое за это спасибо как всегда увидимся с вами вновь в следующем влоге а сейчас всем хорошего настроения до скорой встречи